Сегодня в схватке сойдутся самые популярные продукты для перекуса – орехи и фрукты. Что полезнее для организма? Спросим у диетолога. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вообще можно ли сравнивать фрукты и орехи? Сравнивать можно, потому что всё-таки это перекус. Если мы говорим про фрукты, это больше углеводы, да? Ну, несмотря на то, что орехи тоже углеводы, но там всё-таки содержится больше жира и преимущественно белок. Про фрукты что можно сказать? Их можно кушать в качестве перекуса желательно в первой половине дня, потому что они богаты сахаром. Ну, сахар мы понимаем, да, мы от этого поправляемся. Но в силу того, что сама калорийность фруктов низкая довольно-таки, где-то от 30 до 60 килокалорий, то тогда, естественно, сахарочком, углеводом и можно запастись в первой половине дня. И чем менее калорийнее фрукт, тем больше его можно скушать. А вот орехи, например, у них тоже очень много жиров и углеводов, и это тоже ведёт к набору лишнего веса. Нельзя ли переборщить с пользой в таком случае? С углеводами там немного, там много жира, да, безусловно. Допустим, если мы говорим про более детский возраст, то, допустим, опарочку орешков в день, то есть, ну, это не больше, да, желательно. Если мы говорим про взрослый возраст, то не более 30 грамм в день. Роспотребнадзор нам говорит, что орехов можно скушать только пару раз, 2-3 раза в неделю. Какие фрукты нужно купить перед зимним сезоном обязательно? Ну, если мы рассмотрим, допустим, яблоко, то наиболее похож на него фрукт – это груша, конечно же, да. Груша и яблоко, что у них общего? Они богаты пектином, пектин у нас выводит холестерин из организма, ну и, собственно, шлаки, токсины. Это апельсины, мандарины и это, конечно же, лимон. Витамин С у нас качественно влияет на наш иммунитет. Ну, если мы уже затронули цвет оранжевых хурма, то если посмотреть на хурму, она такая прям мягенькая, вкусная, да, сразу хочется скушать, она очень сладкая, но она практически не калорийная. То есть она для похудения просто класс, да, в первой половине дня кушаем, насыщаемся, и она очень хорошо насыщает. Если у человека анемия, даже беременным назначают повысить свой гемлогибрин, это у нас гранат. Все врачи утверждают, что самые полезные фрукты, орехи – те, что растут на нашей земле, в условиях Сибири. Это правда? Или все-таки зарубежные тоже ничем нам не уступают? Это не совсем правда, потому что те или иные микро-макроэлементы находятся в одних орехах, в другие – в других орехах. Поэтому все-таки само слово «сбалансированное питание» подразумевает под собой, что нужно кушать как один орех, так и другой. Самое главное, чтобы орех был не жареный. То есть если мы посмотрим, вот, например, да, как это выглядит на деле. Жареный вот, не жареный вот. Цена, кстати, у жареного выше. А пользы меньше? А пользы меньше. Кешью активизирует обмен белка в организме и жировых кислот. Фундук очень полезен после тренировок. Миндаль является прекрасным антидепрессантом, он гармонизирует углеводный обмен в организме, ну и при похудении этот орех является менее калорийным, чем всем остальным. Что выбрать? Кедровый или макадамия? Ну, смотрите, тут вопрос еще же в финансах у нас, потому что кедровый, ну, в нашей Сибири, на самом деле, очень дорогой орех. Безусловно, он для женского организма, ну, очень полезный, особенно для кормящих мамочек. Ну, как макадамию, если, допустим, вопрос заменить, да, можно заменить, но все-таки балансировка, нужно и того, и того по чуть-чуть. Можно ли определить победителя в этой схватке, чему отдать предпочтение, фруктам или орехам? Ну, раз уж у нас сегодня батл, давайте тогда выберем все-таки баланс, потому что это разные продукты, как мы уже обсудили. Если выбираем перекус, давайте делать так. Это будет яблоко плюс грецкий орех. Либо, например, это груша плюс миндаль, либо это апельсин плюс кешью. То есть выбираем фрукт и орех. Раз уж в этой схватке между белками, жирами и углеводами победила дружба, я тоже решила купить ассорти нежаренных орехов и немножко разных фруктов. Всего должно быть в меру.